Он человек из индустрии, вот как вы считаете, сколько здесь заработали участники главного боя? Привет, меня зовут Вадим Тихомиров и я заметил, что в прошлом видео не всем понравилось смотреть на Вячеслава Дацика. Но так получилось, что бой Дацика с Саула Кавалари на этот раз был короче, чем взвешивание, поэтому большую часть этого ролика мы поговорим о случившемся с Камилом Гаджиевым, посмотрим нокаут и еще раз отметим, что Вячеслав, нравится он вам или нет, выглядит куда более самобытным героем, чем многие бойцы, фотографирующиеся с большим пальцем на правой руке. Не вижу смысла ждать, поехали! Давай! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он же назвал меня свиноваткой Я ему объяснил, что в наших лесах кабан это самое страшное животное Он даже на медведи кидается и рвет его Зря он так меня назвал Я пошел вперед как кабан А в финале с кем хотел бы встретиться? С Магабулами или Кудряшовым? Ну, с Кудряшовым, конечно, было бы интереснее в качестве спортивного интереса Ну и в принципе, это великий человек, великий боксер Но от такого порожек получить не стыдно Зарынь на птичку Спасибо! Всем здравия! Камил, а вот я помню, что как-то Саша Лютиков вас записывал после какого-то боя Спрашивал про дацик, и вы так с улыбкой сказали Ну, животное Вот, если я не ошибаюсь А он потом обиделся Да, а вот как сейчас выбор А он же себя Так нет, он же боец-то классный, мы все знаем Он подошел к каваларе после боя И знаешь, что сказал? Ты меня назвал свинью, а я кабан Неплохо Ну, что чьи слова, что он животное? Его же? Ну, все, да Я же поэтому говорю, он рычит, пыхтит Он себя ведет как животное Но нет ощущения, что вы... Какое-то слово зверь? Зверь лую сюда Нет ощущения, что чуть упустили его Вот как бойца, который мог бы стать находкой для Fight Nights Ну, он все-таки в другом немножко виде спорта выступает Он все-таки больше такой бокс сейчас, да Было немножко у него что-то похожее на кулачку, да То есть он там по ММА в чистом виде Вот с оппонентами своей весовой категории Я Дацика не видел Но то, что он персонаж, это вообще факт А кто сказал, что он бороться не может? Он бороться-то в принципе может Дело не в этом Дело в том, что ему в этом случае Нужно бросать то, чем он занимается Перестраиваться на ММА Да нахер ему это надо? Он сейчас в зоне комфорта Вот здесь вот дерется В принципе с парнями с именем Иногда с именем из спорта Иногда просто с именем Что ему нормально? Правда прям совсем не открывает гонорары какие-то А вы все равно человек из индустрии Вот как вы считаете, сколько здесь заработали участники главного боя? Ну, мне кажется, наверное, миллиона два рублей, наверное, заработал Датск Ну, в Каваларе, как приехавшая звезда Тоже тысяч двадцать долларов, наверное, заработал Мне так кажется Мы попросили Камила Гаджиева как эксперта Оценить вот примерный гонорар Вячеслава И он сказал, что это где-то два миллиона рублей Вы бы согласились с ним? Я думаю, что нет Слава эта сегодня уже намного дороже Вы в бой Датсика и Вагаба Вагабова верите? Не очень А почему? Вот что кажется невыполнимым? Мне кажется, что... Я вообще не верю в большие бои Я знаю, как это сложно делать А Вагабов и Датсика это большой бой С большими боями всегда сложность Это уже не один там, условно, капризный человек Два капризных человека Вот, поэтому, вот, например Я до конца не верил в бой Минеев-Исмаилов-2 Ну, с трудом сделали Я не верю в бой Шлеменко-Исмаилов Вы все это знаете Я это говорил не раз Оно еще ничего не значит И сейчас он уже перенесен Ну, наверное, все-таки стоит Я не очень верю в бой Сульянов-регбист Я пытаюсь его сделать, но я не очень в него верю Поэтому я не очень верю в бой Датсик-Вагабов Честно сказать Ну, тут еще момент Вагабов боксирует с Кудряшовым Кудряшов точно не хуже боксер, чем Вагабов Поэтому, может быть, и не будет этого боя Нужно оценить, в каком состоянии Емельяненко Да Мы как телеканал заинтересованы В трансляции боя Датсик-Вагабов А как оценивать, в каком состоянии Емельяненко? Я с очень большим уважением к нему отношусь Я просто хочу встретиться и посмотреть сам В каком он состоянии Если что, предложить помощь, подготовить Дать любое нужное время Ну, я считаю, что это должно быть быстро Это прямо договорились Подготовились, 8 недель бой Когда вы его видели в последний раз, вот физически? Месяца 3-4 назад То есть сейчас вы не представляете, в какой форме Как он выглядит, как двигается Знаете, как вот, явление природы У нас есть один такой Это как солнце одно Это один такой Саша Емельяненко Ну, наверное, его за это и любят Этот бой, если он состоится, он будет до финала Гран-при Или после уже? Зависит от состояния Саши Слава, он готов сегодня Пожалуйста Федор Емельяненко поехал на переговоры в Америку Ну и секундировать Немкова Вы верите, что Емельяненко проведет прощальный бой в России Учитывая обстановку? Ну, как Федор, легенда наша И было бы здорово, если бы он дрался в России Под эгидой БеллатР? Под любой российской организации В ближайший год нет В ближайший год не верю А через год-другой Ну, то есть, например, мне кажется, что он проведет сейчас бой в БеллатРе Не в России И потом, если ситуация изменится, но политическая То он проведет уже прощальный бой в России Либо под эгидой БеллатР, либо под эгидой, может быть, другой организации Когда у него контракт с БеллатРом будет официально завершен Вот так мне кажется Но я думаю, что ближайшие даже года полтора-два нет Федор может еще долго драться, посмотрим Здесь больше зависит от того, как долго Федор еще готов этим заниматься